И всем привет, ребят! С вами Стервайк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик будет посвящен одной очень интересной теме, о которой я никогда не затрагивал разговор, но которую так сильно стоит обсудить. Проблема, которая имеется на постоянной основе в нашей игре уже на протяжении супер длительного периода времени, ну и та проблема, которую можно очень и очень просто решить и сделать из этого то, что заставит игроков помогать своим тиммейтам. И как в старые добрые времена, доребалансные, саппортить тиммейта. Сегодня мы вместе с вами поговорим о Эзиде, о Эзиде с лечением, о режиме Джаггернаута, о том, что уже на протяжении супер длительного периода времени это вооружение и эта пушка делает безумно большое количество пользы своим тиммейтам, но за это получает крайне-крайне мало. Покажем все это наглядно, покажем как это работает, расскажем как это можно исправить, ну а вы, если согласны с моим точкой зрения, с в принципе посылом этого видеоролика и вы хотели бы, чтобы мы как можно больше обсуждали таких подобных тем, потому что их реально много в нашей игре, то обязательно поддержите данный видос лайком. Не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас имеется на канале, на 2 миллиона кристаллов, на 30 тысяч танкоинов по моему личному тегу. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте мой личный тег, тег тимпе, дальше оформляйте покупку, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а мы одеваем легендарное вооружение диктатора Изида с лечением. Как давно я не использовал ее, я даже представить не могу. Но это то вооружение, которое мы вместе с вами сегодня будем реализовывать и посмотрим, сколько мы вообще получим кристаллов за матчмейкинговую катку. Это режим джаггернаута и мы будем лечить исключительно джаггернаута, да, то есть мы будем максимально саппортить своего главного союзника, можно так сказать, да, от которого зависит успешность нашей катки. Да, я безумно передаю респект всем тем игрокам, которые играют на этих Изидах в джаггернауте, которые саппортят джаггеру. Если вы являетесь таким, то знаете, что вы супер легендарный игрок, которого я лично уважаю, потому что каждая Изида, которая играет в джаггере и лечит джаггера, это те игроки, которые не фармят практически ничего, но которые делают максимально большое количество импакта для своей команды. Они помогают, они саппортят, они хилят главного джаггера, который за счет этого зарабатывает безумно большие количество кристаллов, ну а сами остаются в тени. Они портят себе УП, не зарабатывают практически ничего и, можно сказать, играют лишь только на добром слове, а иногда и даже без доброго слова, да, иногда джаггернауты просто думают, что они супер сильные, и это все исключительно за счет того, что они так сильно сыграли. Хотя на самом деле, по большей части, именно эта Изида решает практически все проблемы вашего джаггернаута. Запикиваемся мы на катку, в которой 8 минут до конца, ну и будем чисто саппортить нашего джаггернаута, даже с тем учетом, что мы летим уже 0-2, главное, чтобы у нас как раз таки не было АФКшных джаггеров, но и мы будем исключительно ему отдавать весь саппортинг, если учитывать тот факт, что лечить обычные танки мы, конечно, тоже в теории можем, но джаггернаут это наш приоритет и это то, вы посмотрите, сколько я сейчас дам ему ХП, и я получу за это 4 очка, 4 очка. С чем же это все дело связано, да, почему это работает все именно так? Все максимально просто, у нас на Изиде на протяжении уже супер длительного периода времени все зависит исключительно от того, какой процент по соотношению к здоровью танка вы наносите, столько очков вы получаете. Как по мне, уже давным-давно эта проблема может быть решена, и решена она может быть очень-очень просто, как раз таки тем самым, что мы в нашей игре делаем самый простой мув, это даем очки Изиде за ХП, просто за то ХП, которое вы наносите, а не за процент здоровья от танка. Иначе же, все те игроки, которые играют вот на таких дико Изидах, да, бывают просто не на дико Изидах, а вот на Хантер Изиде, да, вот играет молодой человек, у него счет 4-8, у него 100 очков, но я уверен, что он сделал максимально большое количество саппорта в нашей команде, да, и вот еще один есть, 3 на 11 играет тоже Изидовод. Каждый из них делает максимально большое количество пользы для своей команды, да, то при этом ничего не зарабатывает. И если просто поменять параметр получения очков от, который будет зависеть не от процента вылеченного ХП, а просто, 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 максимально просто от количества ХПшки, просто от ХПшки. Вот я, например, дал 400 ХП, получил одну очку за 400 ХП. Вот если бы это все дело работало в таком ключе и поменялось бы, да, то, поверьте мне, Изид, который саппортят в своей команде, было бы значительно больше, и это было бы то, что в моменте так сильно нужно нашей игре для, во-первых, разнообразия, во-вторых, для того, чтобы у нас качество игры не заканчивалось на как раз-таки только лишь жестком нагибе, набитие киллов и прочие вот это вот всячины, да, а чтобы у нас как раз-таки поддержка своих тиммейтов выходила на совсем другой уровень, и чтобы она намного-намного больше ценилась. Да, не знаю, зачем сейчас Джиггернаут поехал, запушил и слился, но, в общем и целом, конечно, это ему делать особо не стоило. Сейчас кто-то из наших тиммейтов получит Джиггернаута, ну и мы постараемся все это дело засаппортить. За все про все я получил 87 очков, да, представьте, сколько я очков мог заработать за это время, если бы я бы играл бы сейчас бы не на Дикой Изиде, а на каком-нибудь любом вооружении, в котором я бы въезжал бы просто в противника, да, но при этом пользы в режиме Джиггернаута более чем, я уверен, что я бы смог бы делать меньше, да, но при этом я бы зарабатывал больше очков, поэтому я очень сильно надеюсь на то, то, что я буду услышан, да, то, что вообще в принципе эта тема будет разобрана наконец-таки, да, потому что уже на протяжении супер длительного периода времени у нас работает все именно так, и это та вещь, с которой я полностью не согласен и которую можно очень легко и просто переработать, да, то есть перерабатывать и все. Мы можем ее поменять, сделать так, что вы будете получать, вернее, даже не вы, а мы будем получать очки в хорошем количестве не за процент от вылеченного хп, а за просто урон, да, за количество нахиленного хп на Изиде, и тогда каждый игрок, каждый игрок, который будет брать Дикой Изиду, будет великолепно себя чувствовать тогда, когда он будет просто саппортить своему Джиггернауту. Он это будет делать не просто потому, что он хочет выиграть катку, а потому что это еще и будет выгодно, прибыльно и ценно не только Джиггернауту, но и игроку, который будет саппортить и помогать своим тиммейтам. А сейчас получается, что вы можете лечить больше своих тиммейтов, да, и за счет этого получать большее количество хп, но как раз-таки самого Джиггернаута, когда вы будете хилить, за него вы будете получать крайне-крайне мало, да, то есть само лечение по обычным танкам, но оно выглядит более-менее нормально. Если бы плюс-минус такое лечение бы работало бы на Джиггернаута, то поверьте мне бы, это бы очень-очень сильно изменило бы картину этого режима в целом, ну и интереса игроков саппортить своему Джиггернауту, да и в целом помогать своей команде, чтобы выиграть бой. Потому что иногда я настолько сильно выдаю респект тем игрокам, которые играют на этой дикой зиде, когда я просто открываю тап, например, играя весь бой на Джиггернауте и зарабатывая за этот бой там около тысячи очков, и потом просто открываю тап и вижу, как игрок, который на протяжении всего боя лечил меня, получил за это все 150-200 очков, да, и при этом сделал безумно большое количество полезных вещей для своей команды, да. Он очень жестко сыграл на помощь, но при этом за эту помощь не получил ровным счетом ничего, да. Здесь я, конечно, в этой катке чуть больше еще очков заработал от лечения своих тиммейтов, но если мы акцентируем внимание исключительно на Джиггернауте, то количество очков, которые вы будете зарабатывать с него, оно просто минимальное, максимально даже, я бы сказал, мизерное. Так, Джиггернаут должен сейчас отъехать под нас. Мы его захилили, чтобы не беги, не беги, родной. Сейчас 4к, 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 о, у меня же Оуди есть. Ой, хорошо, по шестерочке, по шестерочке, по вкусной, даже не по 4, а по 6. По 6к, сюда в карманчик захилили Джиггернаута. Криты это тоже очень немаловажная вещь для диктатора Изиды, которая может за счет своего саппортинга под критами очень сильно тоже выхиливать Джиггернаута и выигрывать моменты. Ну и вот примерно так вы можете сделать для своей команды, для своего Джиггернаута максимальную пользу. Проблема лишь только одна. Вы делаете максимальную пользу, которая никак не окупается и не ценится с точки зрения получения дополнительных очков. Ну и я лично очень, очень сильно надеюсь на то, что эта проблема будет решена, будет решена в ближайшее время. И то, что каждый Изидовод, каждый Изидовод, который играет и в Джиггернауте, и в обычных режимах, будет себя максимально комфортно чувствовать не только с точки зрения того, что он понимает, что он сделал хорошую работу, но и с точки зрения получаемых дополнительных очков. Если еще учитывать тот факт, то у нас сейчас в игре еще и появились дополнительные трофеи на Изиду, на Диктатор они есть. И поэтому каждый игрок будет получать дополнительные очки, быть может захочет получить еще и трофеи, будет очень сильно хотеть играть, и при этом будет помогать тому самому Джиггернауту, с которого на сегодняшний момент времени он абсолютно ничего не получает. И нужно лишь сделать одну простую вещь. Давать очки не за процент от выхиленного хп, а за урон и хпшку, которую вы просто даете своему Джиггернауту либо любому другому тиммейту. Я уверен, что это сделать максимально просто. Максимально просто. Просто поменять параметр и изида с лечением в нашей игре станет на совсем, совсем другом уровне. Если вы согласны с моей точкой зрения, то обязательно поддержите данный видос лайком. Давайте постараемся максимально жестко продвинуть этот видеоролик. Поэтому грузим фуру лайкозавров, чтобы нас услышали. Также пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Согласны вы с моей точки зрения или нет. Если вдруг не согласны, то аргументируйте, напишите. Но я думаю, что такого у нас не произойдет, потому что эта тема в моем понимании даже не рассматривается с негативной стороны, потому что это то, что в любом случае, в любом случае нужно решить. И чтобы каждый изедовод, который смотрит этот видос, который играет в нашу игру, был мега рад этому обновлению и мог с кайфом, с нереальным кайфом саппортить своему джиггернауту, лечить его и за это очень вкусно зарабатывать. Так что поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видеоролики, ну и конечно же не забывайте про розыгрыши, которые есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok